Если вы живете в России, независимо в южной части страны или на крайнем севере, что такое дрова, вам объяснять не нужно. И даже если вы сугубо городской житель, вы все равно хотя бы раз в жизни топили русскую баню, жарили шашлыки. А для многих дрова – это такая же неотъемлемая часть их жизни, как для городского жителя газовая плита. Евродрова – это топливные брикеты из прессованных опилок и стружки. Они подходят для всех видов печей. Рачительные европейцы, не имеющие огромных лесных массивов, сконструировали свои печи, рассчитывая на длительное экономное горение. Евродрова идеально подходят для этих целей. Они могут медленно тлеть, выделяя огромное количество тепла 200 минут. По сравнению с обычными дровами, закладку дров в печь можно производить в 2-3 раза меньше. В нашем салоне продаются печи и камины европейского производителя. А они рекомендуют топить их древесными брикетами или евродровами. Евродровами можно топить все виды печей – каминов, котлов. Все поления одного размера, единой плотности и влажности. По теплоотдаче они превосходят обычные дрова в 3 раза. При сгорании образуют минимум золы – примерно в 20 раз меньше, чем древесина, и в 40 раз меньше угля. А значит, чистить печь или камин нужно гораздо реже. Горят они равномерно, с постоянной температурой. Не стреляют, не искрят, а это очень важно для каминов. Евродрова не дымят и не являются источником вредного для здоровья угарного газа. Прекрасно транспортируются, занимают мало места. Мы живем в Полкино и нашей даче 60 лет. Дрова мы обычно покупаем. Обычно это бревна, которые надо пилить и колоть, что, естественно, для занятого современного человека отнимает много времени. Поэтому совсем недавно мы узнали о такой вещи, как евродрова. Печка разгорается очень быстро, нужно всего лишь бумагу и 15 минут. От них очень хороший жар, поэтому нам они очень нравятся, я бы всем рекомендовала. Итак, если вам надоело каждый уикенд мучиться с растопкой бани, топить чем придется, бороться с чадящей печью и выгребом золы, переходите на евродрова. Одной упаковкой, привезенной в багажнике вместе с мясом для шашлыков и мангалом, хватит вам, чтобы довести температуру до 75-80 градусов. Евродрова понадобятся вам и для барбекю, и шашлыков. Для того, чтобы окончательно развеять сомнения, стоит ли приобретать евродрова или следует запастись традиционными березовыми дровами, проведем такой элементарный пример. Один куб евродров заменяет порядка пяти кубов на колотых и высушенных березовых дров. Узнав стоимость березовых дров в вашем регионе, вы сможете посчитать, какую именно сумму вы сэкономите, перейдя на евродрова. Если вы хотите приобрести евродрова, обращайтесь на предприятие С-31. Звоните по телефону в Екатеринбурге 383-5166 или 8 922 225 76 35.